Добрый день! Тема сегодняшней лекции – нейромиотония. Первое научное описание синдрома нейромиотонии, ставшее классическим, дал южноафриканский невролог Хайм Айзекс в 1961 году. Вот страница его статьи представлена на слайде. Журнал «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» 1961 год. Там он написал два клинических случая – ребенка 12 лет и взрослого мужчины 53 лет с мышечным напряжением, миотоническими феноменами и персистирующими фастикуляциями, сокращениями мышц подкожи, из-за чего тело напоминало мешок с червями. Много ярких ассоциаций проводил автор, что на броненосца похоже, потому что напряжены мышцы. Что вот здесь у ребенка трапециевидные мышцы так напряжены, что похоже на лямки. Не путать с лямками. И так далее. С тех пор описаний было уже много. Надо сказать, что клинически очень много разновидностей. Скорее всего, будет дальнейшее деление на какие-то другие синдромы или субсиндромы. А вот здесь я спрашиваю у нейросети, какие основные симптомы. Мышечное напряжение, крампи, фастикуляция, миокемия, гиперкедроз, мышечная слабость, усталость и боль в мышцах. Все это в том или ином сочетании может встречаться при нейромиотонии. Выделяют разные формы. Приобретенные, параниопластические, наследственные. Ну, так сказать, в львиной доле случаев это аутоиммунная атака на калиевые каналы в области нервно-мышечного синапса. То есть нейромиотония это патологическое возбуждение периферических нервов. Это патологическое возбуждение периферических нервов передается на мышцы с появлением аномальной мышечной активности. То есть это болезни не мышц, не синапсов все-таки. Это болезни периферических нервов, которые аномально возбуждаются из-за поражения калиевых каналов. Вот, кстати говоря, в Мирное мышечное общество общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям заседание в Лондоне в 1995 году. И вот сидит крайний слева, это как раз Хайм Айзекс в ряду других корифеев. Вот здесь дубовица, болезнь дубовицы и так далее. Но это можно рассказывать бесконечно. А вот МГ-паттерн миокимии миска амплитудных постоянных мышечных сокращений один из симптомов нейромиотонии. МГ-паттерн с подтвержденной нейромиотонии, у которой антитела к калиевым каналам выявляются. А вот здесь мы видим постоянные мышечные сокращения и напряжение мышц. Ну, конечно, надо сказать, что на видео всегда видно хуже, чем вживую. Вживую картина еще более яркая. А вот в федеральных лабораториях и в России делают антитела к компонентам комплекса калиевых каналов. А вот это, так сказать, золотой стандарт диагностики. Потому что в большинстве случаев аутоиммунный процесс. Синдром ригидного человека антитела ГАД при нарушении мышечной передачи антилаконистилхолином рецептором, тоже целесообразно сразу для скрининга проводить эти исследования. Может быть парнивопластическая нервиотония. Описано в частности при опухолях щитовидной железы. Тимуса, вилочкой железы. Вот здесь мы видим тимома на КТ в крупной красном обведена, но это не наше наблюдение. Это картинка из интернета. Рак легкого. Вот это основные онкологические процессы, при которых описан нейромиотонический синдром Айзекса или синдром Исаакса. По данным литературы. Вот здесь еще один клинический пример. У женщины тоже постоянные вот такие мышечные сокращения от кожи, которые причиняют существенное беспокойство. А надо понимать, что еще раз говорю, на видео видно хуже, чем в живую. В живую гораздо более яркая красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 здесь же у данной пациентки метанический феномен вот сын как напрягает сильно кулаки и потом испытывают трудности с тем чтобы их разжать вот видите так слегка застывшие мышцы вот такое мы нередко видим при миотонии миотонической дистропии ну и родственные и каком-то смысле заболевания нерве да не вот проявляется такими же миотоническими феноменами вот здесь мы видим на электронейромиографии постоянные спонтанные мышцы сокращение большой амплитуды так назовем их миокимии препараты выбора препараты выбора лечение может быть чисто симптоматическая да это первую часть антиконвульсанты фенитаин старый препарат который сейчас в россии ты и найдешь кармазепин неплохой эффект мы видели в частности вот габапентина но это тоже собственно говоря антиконвульсант так как ему на посредо заболевание большинстве случаев использовать иммунотерапию например лазмоферез или внутривенный иммуноглобулин использует иммуносупрессор и такие как пероральных принезал он затиоприн карфенолатомофитил и другие при резистентных течении достаточно эффективности антиконвульсант можно провести аналогию с миостыней аутоиммунные заболевания тоже поражение нервно-мышечного синапса по сути-то свои а используется до прозерин калимин то что улучшает нервно-мышечную передачу при недостаточной эффективности или неэффективности уже иммуносупрессирующая супрессорная терапия тот же самый пронизалон тот же самый азотиоприн и так далее суть похоже в чем-то клиник это нет но подход к лечению похож иммуноглобулин используется и плазмоферез премиостыние тоже а также используются миорелаксанты конечно во всех случаях необходимо проводить онкоскрининг исключать вот эти самые онкологические заболевания которые могут лежать в основе в основе в основе параниопластической нейромиотонии но надо сказать что даже гипотетически предполагая обнаружение онкологического процесса удаления патологического очага не гарантия что пациент выздоровеет от нейромиотонии она может продолжать развиваться и потребуется длительное лечение и второй аспект что при назначении иммуносупрессантов таких как азотиоприн и микрофинала 2 фитил не выявленная данка логически забрали можно чуть активно прогрессирует потому что это иммуносупрессант поэтому необходимо исключать онкологии такие заболевания как туберкулез до который товар могут прогрессировать на фоне терапии иммуносупрессантов затем позвольте благодарить за внимание напомнить про наш канал телеграме видео на ю тубе и сейчас полный аналог ю туба видео вконтакте где есть все те же самые видеоролики благодарю за внимание